Продолжение следует... Несколько месяцев назад, когда мы с Иваном Крастевым обсуждали в очередной раз судьбы мира, мы на мелочи не размениваемся, про Россию-то говорить что отдельно, мы обсуждали судьбы мира и поняли, что судьбы очень туманны и необходимо, давно пора вообще расставить все точки над всеми буквами. И тогда родилась идея провести в Москве такое обсуждение, которое включало бы людей, специалистов самых разных взглядов, поскольку что делать, как делать и куда двигаться на самом деле не знает никто. Мы очень благодарны. Это получилось такое очень многомерное мероприятие с большим количеством участников, организаций, которые помогали и участвовали. Кроме Совета по внешнеоборонной политике, который представляю я и целый ряд коллег здесь, это Европейский Совет по международным делам, Немецкий фонд Маршала, Центр либеральных стратегий в Софии, Институт гуманитарных наук в Вене. И особая благодарность от нас, фонду Горчакова, который тоже нам очень помог в организации этого мероприятия. Тема как-то родилась сама в процессе обсуждений, отчасти потому, что Иван Крастев несколько месяцев назад опубликовал очень любопытную книгу на тему о том, что происходит с демократией в современном мире. И мы попросили его развить тезисы этой книги в статье, которая была всем разослана. И это не то чтобы основа для обсуждения, но это некие тезисы, от которых мы стали плясать. О демократии, о том, насколько она функциональна и дееспособна сегодня, в России говорят постоянно. У нас эти дебаты идут уже 20 лет и, видимо, будут идти еще столько же, поскольку мы находимся, похоже, что где-то в середине того пути, который надо пройти до осмысления происходящего. Раньше было проще, потому что были образцы, были какие-то образы вовне России, на которые можно было ориентироваться и которые можно было приводить в пример как модели для подражания. Сейчас с этим становится все более непонятно, потому что те модели, которые были образцовыми, они, кажется, тоже переживают серьезный кризис. Субтитры создавал DimaTorzok